Девушки отдыхают 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 Иисус Господь, Иисус Спаситель, левый с коленой Иудина, и Он победил. Аминь. Все слава Тебе, Господь, Ты победил. Эту победу Ты даешь народу Твоему, искупленному, драгоценному Трою, Сына Твоего, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, что наша победа, это наша вера в жертву Твою искупительную. Аминь. Слава Господу. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. О любви Твоей петь буду вечно. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. О любви Твоей петь буду вечно. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. Любовь Твоей, мой Господь, бесконечна. Расслабляет Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В пользу для себя все ангелы Тебя возносят, и мы возносим Лишь тебя, лишь тебя, ты мой Господь Ты жизнь моя, и я живу лишь для тебя Ты мой Господь, люблю тебя Будешь со мною ты всегда Ты мой Господь, ты жизнь моя И я живу лишь для тебя Ты мой Господь, люблю тебя Будешь со мною ты всегда Ты мой Господь, люблю тебя Ты мой Господь, люблю тебя Я живу лишь для тебя Ты мой Господь, люблю тебя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тихо в комнату я Я пойду, чтобы все рассказать тому, Кто меня плывет, и тот час поможет мне. Пусть не знает никто, о чем буду я говорить с отцом Небесным моим близким и родным. Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, в руки свои. Пред Тобою склоняюсь, мой Бог, Ты от боли избав. И на правильный жизни путь Меня ты направь. Вот иди, кто мне может помочь, И не скажет, уйди мне путь. Даже если я и в чем-то не прав. Ты успокоишь меня и простишь, А в одном я прошу Тебя лишь. Любовью Своей меня ты обогреть. Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, в руки свои. Пред Тобою склоняюсь, мой Бог, Ты от боли избав. И на правильный жизни путь Меня ты направь. Я прошу Тебя, мой Бог, Ты от боли избав. Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, в руки свои. Пред Тобою склоняюсь, мой Бог, Ты от боли избав. И на правильный жизни путь Меня ты направь. Тихо в комнату я войду, Чтобы все рассказать тому, Кто меня поймет, И тот час поможет мне. Пусть не знает никто, о чем Буду я говорить с отцом Небесным моим близким и родным. Слава нашему Господу. Давайте мы сейчас встанем, помолимся за эти финансы, поблагодарим нашего Бога. Дорогой Господь, мы благословляем Твое Святое Имя, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, что Твоим Духом Святым Ты здесь, рядом с нами и у нас. Я благодарю Тебя за эти финансы, Господи. Я благодарю Тебя за это семья веры, Господь. Я благодарю Тебя за каждого человека, кто сегодня расположил свое сердце. Будь щедрым, Господь, даятелем для Твоей славы. И сегодня я прошу Тебя, благослови эти финансы, Господь. Благослови каждого из нас, Господь. Всегда быть доброохотными, дающими, Господь, на всякое доброе и благое дело. во имя Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу тебя, Боже, благослови нас на наших работах, Господь. Те люди, кто, быть может, ищет работу и не может найти, помоги, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Благослови экономику нашего города, Господь. Благослови нашу страну, Господь, по Твоей великой милости и благодати. Мы все уверяем в Твои драгоценные руки, наш любящий Бог, Отец и Недух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я попрошу, чтобы детки вышли сюда, в ближайшей сцене. Мы помолимся за вас. Благослови. В этот момент, когда дети выходят, я зачитаю нужды, которые у нас есть. Но первое не нужда, а радость у нашей сестры Антолины. Сегодня день рождения. Давайте мы ее поприветствуем. Пожалуйста, вы можете на этой неделе тоже, у кого-то был день рождения. Мы приглашаем вас сюда. Мы желаем поздравить, помолиться и благословить вас. Пожалуйста, не стесняйтесь, выходите ближе к сцене. Давайте мы встанем, протянем наши руки. Благословим нашу сестру. Дорогой Господь, мы благословляем Твое драгоценное имя. Мы благодарим Тебя за нашу сестру Антонину. Ей сегодня день рождения. Господи, мы поздравляем ее во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты спас ее. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел ее в этом мире. Господь, она верит Тебя. На той неделе она рассказывала прекрасные свидетельства Твоих чудес в ее жизни, Божьей. И сегодня мы благословляем ее во имя Иисуса Христа. Все последующие годы жизни благослови. Храни ее в надежных руках, Господь. Пусть Твоя воля, благая, угодная и совершенная, в полноте исполняется в ее жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть как подарком от Тебя придет ответ на ее молитвы, Господь, во имя Иисуса. Мы просто вверяем его в Твои драгоценные руки, наш любящий Бог, Отец и мой Дух Святой. Аминь. Поздравляем вас с Витами. Поздравляем вас с Витами. Поздравляем вас с Витами. Пусть Слово Христово, оно обильно вселяется в эти юные сердца и приносит тот плод, который ты желаешь увидеть в их жизни, во имя Иисуса, наш любящий Бог. Аминь. Братья и сестры, у нас еще есть две нужды. Я хотел бы, чтобы мы серьезно отнеслись и помолились. Первая нужда, это сегодня звонила Остахова Юлия, она попросила молиться за бабушку. Ее положили в больницу на присмертии. И как бы печаль именно в том, что Юлия благовествовала своей бабушке о Господе, но она еще не приняла его своим спасителем. Поэтому именно молиться, конечно же, и за восздоровление, но в первую очередь за спасение, за то, чтобы человек позвал Господа. И то же самое, такая же нужда у Оксаны Прокопенко, папа лежит в коме, он тоже, к сожалению, пока не принял Иисуса своим спасителем и Господом молитву, чтобы он вышел из комы, чтобы он покаялся, чтобы Господь исцелил его. Поэтому давайте мы его как за себя возовем в этой молитве, за эти души. Дорогой Господь, во имя Сына твоего Иисуса Христа, мы молимся, Господь, за Юлину бабушку, Господь, мы молимся за отца Оксаны Прокопенко. Боже, ты видишь, что в принципе одинаковая нужда, Господь, эти люди, они в болезни, Господь, эти люди, они при смерти, Боже, но, к сожалению, они пока не приняли Тебя своим личным Господом и Спасителем. Боже, мы молимся, стоим, мы стоим в проломе за эти души, Господь, я знаю, что Ты любишь их, я знаю, что Ты умер за их грехи, я знаю, что Ты желаешь, чтобы они пошли на небеса, Господь. И сегодня мы церковь, молитвы, веры, согласие, единство, мы взываем за эти души, Господь, мы просим Тебя, Боже, прикоснись к ним твоими исцеляющими руками, во имя Иисуса Христа, чтобы они приняли Тебя своим личным Господом, своим Спасителем, во имя Иисуса Христа, чтобы произошло также исцеление их тел, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, мы взываем об этом, Господь, мы стоим в вере, во имя Иисуса Христа, мы запрещаем смерти подходить к этим людям, во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем слово обетование, которое говорит, что веру в Иисуса, и спасешь это Ты, а также весь дом Твой. Мы провозглашаем это слово в жизнь Валентины Петровны и жизнь Анатолия, во имя Иисуса Христа, Господь, мы верим, Боже, что Твое спасение, оно будет принято ими, во имя Господа нашего Иисуса Христа. И мы заранее благодарим Тебя, нашего любящего и чудного Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, время для Божьего Слова. И сегодня у нас в гостях Журавлев Сергей. Пожалуйста, давайте мы поприветствуем нашего брата и он поделится слово. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу и Спасителю! Дорогие друзья, всем вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. Давно не виделись, но время очень быстро подбегает на самом деле, и вечность впереди. Но хочется на этой земле, в этом промежутке времени, чтобы Бог нас поместил, прославить Его максимально. Слава Богу! Дорогие друзья, давайте мы вместе исповедуем символ веры. Давайте скажем так. Я верую. Верую. Во единого Бога Отца. Всемогущего. Творца неба. Земли. Всего видимого. Невидимого. И в единого Господа. Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени. Как свет происходит от света. Бога Истинного от Бога Истинного. Рожденного, а не сотворенного. Единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Нас ради людей. И ради нашего спасения. Сошедшего с небес. И воплотившегося. От Духа Святого. И Дема Варии. И Ставшего Человеком. Распятого за нас. При Бонте и Пилате. И Страдавшего. И Погребенного. И Воскресшего. В Третий День. Согласно Писанию. И Вознесшегося на Небеса. И Сидящего на почетном месте у Отца Своего. И вновь грядущего. Во славе Своей. Чтобы судить живых и мертвых. И Его Царству нет и не будет конца. И в Духа Святого. Господа Истинного. Животворящего. От Отца Пришедшего. Со Отцом и Сыном. Мы Ему равно поклоняемся. И прославляем Его. И Он говорил нам через пророков. Во единую. Святую. Соборную. И апостольскую церковь. Испоменуя Единокрещение. Во оставление грехов. Ожидаем воскресенье мертвых. И жизнь и будущего века. Аминь. Аплодисменты. Отцу Силу. И с которым мы вовремя начали. Грунные и положительные аплодисменты. Тебе, наш благоскоренный Господь. Тебе, наше слово благодарности и любви сегодня. Благослови нас, наш добрый, любящий, благой, человеколюбивый Отец. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословено имя Твое и благословено Царство Твое. Благословен народ Твой. Благословено собрание Твое. Боже. Мы собрались здесь во имя Иисуса Христа. Господь, а ты говорил, что где два или три человека собрано по имя Твое, там и ты посреди. Ты посреди нас сейчас. Наш учитель, наш наставник. Учи и наставляй нас сегодня, Господь. Без Тебя мы действительно ничего не сможем сделать доброго. Но с Тобою мы сможем сделать все. Благослови нас. Тебе слава за все. Аминь. Дорогие друзья, приветствую всех вас. Имени Иисуса Христа. Он действительно самый великий и самый могущественный. Он наш учитель и наставник. И он сейчас среди нас. Друзья, не так часто мы видимся, но я с большим таким волнением каждый раз приезжаю к Варю. И к родителям я молюсь за родителей, молюсь за своих других родственников. У меня много родственников. Но, к сожалению, почти все они еще пока не спасенные. Или же на пути, как говорили хантеры, вот-вот спасутся. Или же еще далеко. Но я верю, что, как сказано в молитве также из Писания, что спасешься, ты сам спасется, дом твой. Я также верю в это. И молясь за бабушку и дедушку, о котором мы просили покаяния к Богу, о милости Божьей для них, я вспоминал свою бабушку, которая умерла тоже в глубокой старости. Она умерла почти сто лет ей было. И перед смертью она покаялась. Именно перед смертью ей оставалось совсем немного жить. Она всю жизнь была атеисткой. И она говорила раньше, ну, особенно я помню ее всегда, что только лишь два было нормальных человеком истории России. Это Ленин и Сталин. Все, как бы, она жила этими кумирами, она жила этими идеалами всю свою жизнь. И как бы, и ее муж, ну, мой дедушка, получается, да, он был полковником НКВД, и он был, знаете ли, до войны еще был полковником НКВД, и он был очень настроен агрессивно против верующих вообще, как таковых, любых верующих. Независимо от их динаминации. Вообще, само слово «бог», оно, получается, у бабушки и дедушки было как слово «табу», знаете ли, запрещенное слово. И слово «верующий» в уста бабушки было как слово «ругательное», как слово «оскорбительное». И, знаете ли, в 88-м году, когда здесь, вот в Орле, ну, не в самом Орле, а там в Лепешкино, я начинал свое служение в храме православном, в начале 88-го года, то мои родители, они ультиматум, как он мне предъявляли тогда, я помню, «либо мы, либо твой Бог, либо мы, либо твоя церковь». И потом, отрекаясь от меня, говорили, «Ты на Божий, сын, мы тебя потеряли, вот у нас было два сына, теперь осталось только один сын, значит, имелось в виду мой младший брат, значит, и вот тебя мы потеряли, ты умер, для нас все, мы тебя больше не знаем». Но прошло лет 10, знаете ли, после этого, и, слава Богу, моя мама забрала с тобой и стала обратной, и она сказала, что, слава Богу, что ты нас тогда не послушался, что ты нас тогда не послушал и продолжил ходить в храм, верить в Бога и, ну, служить в храме. И, знаете ли, и дело не в том, что, не только в том, что, конечно, слава Богу, что безбожный союз разрушился тогда, он рухнул, этот колосс, хотя нам каждое утро лучше влагали, что он якобы нерушимый, но Бог разрушил на основании это безбожное детище, монстр, этот империю зла. И, знаете ли, и многие вчерашние атеисты, многие вчерашние отрицатели и богохульники стали, слава Богу, задумываться над тем, что ведь такие есть, такие что на свете белых. Знаете ли, и начались 10 после падения безбожного союза, моя мама сказала, все-таки, наверное, что-то есть на свете. Наверное, все-таки, ну, без Бога не могу это само собой образоваться, знаете ли. И, ну, цепь уехала, как говорится. До сих пор еще в школьных программах порой безбожие, атеистическое, знаете ли, нашим детям влагают. И мои дети порой с ужасом рассказывают мне, приходя со школы, те, кто еще учится, что до сих пор еще пытаются вложить в уши молодого поколения, что якобы наши папы и мамы были обезьянами, и, значит, якобы все само собой образовалось, теория большого взрыва или как-то еще, знаете, такой пофигизм такой научный. И это, скажу так, что попытка в очередной раз просто-напросто дезинформировать население раз, а второе блюнуть в небо. Но каждый раз плевок в небеса, он возвращается к тому, кто плюет. Потому что Бога не плюешь. Но люди, пытающиеся плевать в небеса, они сами будут заплеваны. И я скажу так, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется сегодня. Сегодня для всех. Даже если кто-то пришел в это собрание сегодня в церковь, зашел просто так, или в гости, или под ножевом родственников, я не знаю как, или просто потому, что вот подумалось, а почему бы мне не прийти, допустим, сегодня вот в такую церковь для разнообразия. Я хотел, допустим, одну церковь, теперь другую, пятую, десятую. Но если вы здесь оказались, и у вас сегодня есть понимание, что вы грешник, и вы знаете, что Бог таки есть на белом свете. И Бог, поверьте, в следующее, согласно Слову Божьему, что Бог возлюбил настолько мир всех нас, что отдал Своего Сына за нас, Иисуса Христа, праведника, за нас, неправедных, грешных, чтобы мы не погибли, мы не пошли в ад, чтобы мы не имели жизнь вечную. И поэтому сегодня для каждого есть благая весть, спасение через веру в Иисуса Христа. Слава Богу! Да, друзья, я думаю, мы еще помолимся молить покаяния. Если вы сейчас в собрании, и вы размышляете на тему, кто есть Бог, и что есть Бог, и вообще есть ли Он на белом свете, или вы уже знаете, что Он Бог есть, но вы еще колеблитесь, принимать ли мне Иисуса Христа, является ли Он Господом, Богом, Спасителем, или Он просто миф, то сегодня я убеждаю вас, примите Иисуса Христа, Спасителем. Мы ближе к концу собрания, наверное, помолимся вместе, молитвы покаяния, я думаю, как раз с пастырями и с пастыром Юрой помолимся вместе, потому что пастыр Павел уже уехал, я понимаю, уже на похороны. Слава Иисусу! Дорогие друзья, и перед тем, как вы получаете Слово Божьего, а я буду читать сегодня из Евангелия Террана, с 10 главы, с 22 стиха и дальше, до 30 включительно, я хочу передать привет от своей семьи, от своей супруги, от наших детишек, шестерых, слава Богу, и также от нашей Церкви, не так давно я был как раз у себя в Церкви, моя церковь находится в Киеве, в общем-то, и не только в Киеве, конечно, наша епархия, она такая уже, пусть небольшая, но такая раскинистая довольно-таки, вообще в целом передаю привет от украинской реформаторской православной Церкви, от православных обновленцев, реформаторов, и, конечно, мы молимся в эти дни о том, чтобы Господь как можно больше душ приобрел на этой земле, чтобы сегодня, знаете ли, Господь собрал большой урожай, и в этом давайте каждый из нас приложим в свои руки, давайте в этом в молитве, в благовестии будем не ослабевать славу Иисусу, это очень важно, потому что написано, о, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, слава Богу, мы не судьи, судья у нас один, это Бог, а мы лишь Его свидетели, мы лишь говорим правду, и правду, и ничего кроме правды, а правдой есть Сам Иисус Христос, аминь. И, господа, братья и сестры, я читаю из Евангелия от Иоанна, с 10 главы, с 22 стиха написано здесь о празднике, который вот на этой неделе наступающий как раз уже произойдет, наступит. Это праздник, его называют еще Еврейское Рождество или же Ханука, праздник Ханука, праздник света, праздник обновления. В Синодальном переводе написано как раз обновлении, но по-еврейски это слово звучит как Ханука. Также это слово переводится на поселье и реформации, написано Великая Реформация, потому что это Великая Ханука. Евангелие Адриана, 10 глава, 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать в нас в недоумении, если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из обед моих, как я сказал вам. «Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Друзья, праздник Ханука, праздник обновления, он в разные дни по солнечному календарю происходит. В общем-то, по еврейскому, по библейскому календарю он всегда в одно число начинается, но мы же там не по лунному календарю, не по библейскому, не по еврейскому, а по гражданскому такому солнечному календарю. Он удобен, конечно. Солнце встало, день начался, село, день закончился. Он практичный, казалось бы, но не такой точный, как лунный, конечно, календарь. Все астрономические вычисления, они проводятся по лунному календарю, не по солнечному, для большей точности. Так вот, и скажу, что в этом году, получается, праздник обновления начинается 20 декабря вечером. То есть во вторник вечером будут по всему лицу земли, начиная с Иерусалима и по всей нашей планете, будут в домах евреев, в домах и также тех христиан, что помнят корни своей веры, будут зажигаться праздничные огни, будут зажигаться ханукальные огни. И минора, которая зажигается на хануку, она необычной формы. Кто может, знает, раз в году зажигается такого рода минора, девятисвершная. Не семисвершная, а девятисвершная. Ее называют хануке, чаще всего, для удобства. Потому что это иногда праздничная минора, именно праздника ханука, праздника обновления. Иисус почтил этот праздник, Иисус, он чтил праздники библейские, Иисус чтил праздники еврейские, Иисус чтил как раз праздник обновлений. Он был на этот праздник в храме, он был в притворе Соломоновом, там, где впоследствии собирались первые христиане, первые мессианские евреи, первые те верующие, что приняли Духа Святого, что составляли первую церковь Иисуса Христа. Колобей, наши с вами старшие братья и сестры, первопроходцы, пионеры христианства, стоявшие у истока в церкви. Так вот, господа, братья и сестры, скажу, что Иисус там, в притворе Соломонов, Он рассказал очень важное откровение. Иоанна 10.30, одно из ключевых откровений Христа и Иисуса о самом себе, о том, кто Он Сам есть. Он говорил в Писаниях о себе очень интересно. Он говорил и прямо, словами, говорил делами, и то, и другое великолепно. Здесь Его Слово конкретное. Иоанна 10.30. Я и Отец одно. И Иисус говорил так же, что прежде чем был Авраам, Он был уже. Вообще, само Евангелие от Иоанна начинается такими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И написано, что все, чем из Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть. И мы знаем из Нового Завета великую тайну, что весь этот мир, что мы видим сегодня вокруг себя, весь этот мир, что можно исследовать микромир, макромир, это все создано для Иисуса Христа. Это все создано Христом и для Иисуса Христа. Это Его собственность. Это Его планета. Пусть загаженная, пусть обезображенная нами, пусть, да, уже обреченная на уничтожение из-за греха, но это все-таки Его собственность, это Его имущество, пусть даже и нами очень сильно испорченное. Это Его право. Он является Господином всего. И эта планета Его собственность. И Он пришел на свою же землю. И пришел к своим. И свои не приняли. Но, и больше того распяли. Но тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не просто от хотения Пап и Мам, но родились от хотения Бога Великого. Свыше родились. И это есть Великая тайна, друзья. Примерно то же самое происходило в духовном мире еще, я так понимаю, задолго до того, как мы появились вообще. Задолго до того, как были мы в проекте еще. В ангельском мире написано вначале, как раз в первой главе повстанники еврейского народа говорится, что когда первородного Бог вводил во Вселенную, что было сказано? И да поклонятся Ему все ангелы Божьи. И я так понял из Писаний Верховного Завета, что на небе Великая война состоялась. Не просто война, это был бунт, это была революция, это была трагедия, намного больше, чем наши вот столетние давности, 17-го года революция. Намного более трагичная. Знаете ли, там не было крейсера Аврора и Ленина на броневике, там была гораздо худшая ситуация. Там Бог, Отец, Он каким-то образом, удивительным образом, Он спрятал Сына Своего от всех ангелов, от всего этого мира, невидимого, как мы говорим еще, духовного мира. Бог, каким-то образом, есть много миров разных получается. Есть тот мир, куда даже ангелы не могут заглянуть, получается, потому что Иисус был скрыт. Но когда первородного во Вселенную Бог, Отец, вводил Иисуса, Он сказал, и дополнился Ему все ангелы Божьи. А об ангелах не так. Ни об одном ангеле так не сказано нигде. Ангелы, суть служебной руки, написано в том же постальник евреев. И 2000 лет назад, примерная трагедия состоялась и на земле, разыгралась великая драма. Как там на небе, какая драма на небе была у ангелов? Те, что не послушались, отпали. Треть ангелов, мы можем предложить из Писаний, они отпали просто-напросто. У первого, у лидера группы прославления были нервы сдали первого, а потом у других. И те, кто не поклонились Христу и Иисусу в вечности, у них были большие проблемы, и до сих пор эти проблемы. И скажу, что в человеческом мире Иисус был скрыт. Люди, евреи, и те, кто боялись Бога с разных народов, они знали о Боге Авраама, Исаака и Якова, они знали о Боге. Но был скрыт Сыной народной. Он был каким-то образом скрыт от всего человечества. Хотя, гадательно, как бы вот так вот косвенно, мы можем из Ветхого Завета говорить о Христе Иисусе. Но это было настолько закрыто, закрытые темы. Но однажды Мессия пришел, и Он стал тоже, как пакмус и бумажечка, в этом великом эксперименте. Вроде все человечество одинаково, вроде все люди, хомо сапиенс, да, раб Божий, общет кожей, все люди одинаковы, казалось бы, но нет таких. И Иисус стал вот этим проверочным. Он стал вот этим моментом проверки. И те, кто на Него упадут, они разобьются. И на кого Иисус упадет, Путин уверен, раздавит, мокрого места не оставит. У нас есть лишь одно, ну как бы один путь спасения. Принять Иисуса как своего Спасителя и строить на Нем свою жизнь. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который сам Иисус Христос. Братья и сестры, слава Иисусу Христу. И на праздник Ханука каждый день добавляется новая свеча, новая лампада. Всего 8 дней праздник продолжается. В этом году, с 21 декабря, по 28 декабря, 20 декабря вечером зажигается первая свеча, первая лампада Хануки. Первая лампада, первая свеча праздника обновления. И о самом празднике в Новом Завете больше ничего не говорится. Только лишь одно упоминание об этом празднике в 10 главе Евангелия Данны. Как раз Иисус был на празднике обновления. Но, вообще-то, об этом празднике можно прочесть из книг исторических. Можно прочесть о том, что лет за 200 до Иисуса Христа такая была ситуация. Пришли прогибы Израиля. Пришли захватчики, оккупанты, которые оккупировали Израиль. И евреев принуждали делаться язычниками. Евреев принуждали забывать свои корни. Забывать свою веру. Запрещали изучать Библию. Запрещали обрезать. Запрещали кашрут. Запрещали все, что Богу нравилось, это все запрещалось. И наоборот, что Богу не нравилось, это поощрялось. Поощрялось идолопоклонство в самом махровом виде. В вульгарном виде. Даже в самом храме были поставлены истуканы. Греками были поставлены идолы. Идол Зевса, Идол Альтиоха и Епифана. Прочие истуканы были поставлены во святом храме Божьем. Сам Иерусалим был наполнен истуканами. На перекрестках улиц были поставлены истуканы. На входе в город Иерусалим были поставлены истуканы. У каждой крепости были поставлены идолы. В каждом селении, большом или маленьком, по всему Израилю, оккупированному, греками были поставлены истуканы, идолы. И им принуждали поклоняться. Те, что отказывались от этого безбожия, их принуждали силы и убивали, казнили на глазах у других евреев. А Писания, сохраненные в книгах Макомейских, они ужасны. Рассказывают эти книги нам о том, что были казни самые изощренные. Даже за изучение Писания, за изучение Торы, просто-напросто убивали, очень жестоко убивали. Казни были жестокие. И особую роль вот в этой эллинизации населения, эллинизации Израиля, то есть оболванивание населения, просто-напросто демонизация населения, демонизация Израиля, была политика на молодежь на цели. Самое первое. Потому что хотели, чтобы у старики как бы что с ним брать. Они, смотрим, евреисты еще будут помнить до самой гробовой доски. Но там с молодежью дьяволу было попроворнее. Он хотел, дьявол тогда через Антиоха, Епифана, через этих оккупантов греческих эллинистов, он хотел молодежь еврейскую взять и сделать язычниками, сделать их вот такими болванами, этими языческими, истукадами, как называли. И скажу, что принуждали очень многих молодых людей, к сожалению, не безуспешно, потому что привело все к тому, эта политика привела к тому, что для многих евреев, тогда молодых, даже свой язык еврейский, он казался уже варварским, своя религия, своя вера казалась варварским, и, ну, и наоборот, греческая считалась передовым, просвещенным, и молодежь еврейская зачитывалась Сократом, Аристотием, Пифагором, и, в общем-то, племали многие с высокой полокольни, как говорится, на Дору, на Библию, на Иегову, на Бога Авраама, Исаака, Якова, на Храм Божий, приходило все в запустение, но не все молодые люди были подобного рода, не все были бесхребетными, не все были вот такими амюбами, знаете, были те молодые евреи, которые сказали, нет, мы не будем поклоняться истуканам, а почему? Потому что Богу нашему это противно, потому что Богу нашему это мерзость, потому что мы евреи, потому что мы любящие Бога, потому что мы чтющие Бога, иудеи, и знаете, что они отказались от этого богофульства, эти молодые люди, их в народе прозвали Макаби, Макавеи, в традиции наши мы называли Макавеи, это были герои веры, их называли по-еврейски Макаби, Макаби, Макаби значит кувалда, молот, кувалда, Макаби, и эти Макаби, эти Макабии, это были герои веры, это были те молодые люди, которые говорили резкое нет этому безбожию, отступничеству, они уходили из городов своих, из сел своих, уходили в горы, еврейские, такие партизанские отряды составляли, и делали нападения, дерзкие нападения на противника, они молились Богу, каялись в грехах, и делали такие точечные удары по этим оккупантам, так, чтобы земля горела у них под ногами, так, чтобы они понимали, силы неравные против дозунков вооруженных, головорезов с разных стран мира, знаете ли, горстка еврейских, патриотов молодых, безоружных фактически, вооруженных именно молотами, кувалдами, все, что они могли найти, знаете ли, но, это казалось ничто, но они хотели не сидеть сложа руки, они хотели не просто верить, что постепенно само собой все наладится, образуется, они хотели что-то сделать, они хотели что-то добиться, чего-то добиться, и когда эти партизанские отряды Боковеев, они умножились уже, их стало больше, но все равно, конечно же, несравненно, ну, они не могли состязаться с оккупантами, и по оснащенности, и по количеству солдат, конечно же, но в их сердцах была горячая вера, и однажды эти Боковеи, придя к Иерусалиму, они каялись, они каялись во грехах, они посыпались от пепла, захватчики смотрели со стен Иерусалима, как на горст у этих фанатиков каких-то молодых, вот собрались, не только молодые, там были уже не только молодые люди, но вот собрались евреи, голосят там, причитают, ну и что, лягуши религиозные, и уйдут, попликовали, и уйдут, ничего не сделают они, потому что гарнизон этих оккупантов был больше по количеству солдат, чем этих пришедших, и они были профессиональными солдатами, они не были хлебопашцами вчерашними, они не были вчерашними простыми мирными гражданами, знаете ли, они были вояками, и вооруженных зубов, и их было больше, поэтому им в голову не пришло, что евреи могут пойти на штурм в тот день, а евреи так и сделали, это было удивительно, эти братья совершили великое чудо, знаете, Бог совершил через них великое чудо, они не стали стоять под стенами Иерусалима долго, они каяли с мельхав своих, они видели опозоренный, оскорненный город великого царя, они видели, что с Иерусалимом сделали язычники, они увидели всю эту мерзость, они увидели этих истуканов, свиной виск из храма доставал, достегал их ушей, потому что там, греки, они, знаете, нагадили на чистом, они знали, что для евреев мерзость, что для Бога еврейского это мерзость, и они их специально приводили свиней в храм, резали их, и свиной кровью окропляли храм, и свиной мясо положили на жертву, их специально ходили на чистом, они специально умышленно как бы вот плевали, знаете ли, плевали в душу еврейскую, плевали в Библию, плевали в Бога Авраама, Исаака, Якова, специально добиваясь именно вот, знаете ли, вот такое вот хамство своим этим, вот именно своим этим отношением добиваясь того, чтобы евреи забыли вообще все святое, чтобы это вытравилось, выпить у них из сердца. Но, братья, сестры, что произошло? Эти маковеи, они сказали примерно так в молитве своей, перед стенами, возле стены Иерусалима, они говорили примерно так, что Бог, мы, они каялись, например, да, они просили прощения в том, что истукаты были в их сердце, то есть они каялись не просто там за вот опозоренный Иерусалим, они каялись, что за свои грехи каялись, короче. Потому что они понимали, что именно по их грехам, по личным вот нечистоте, по грехам, отступничеству Бог попустил такому беззаконию произойти на земле. И они сказали Богу также еще такие слова, что мы лучше умрем под стенами Иерусалима, но больше не хотим увидеть город оскорненным и храм опозоренным. Мы не хотим видеть этой мерзости. Мы будем идти на штурм. Они решились на военную авантюру, братья. Это была авантюра настоящая. Суворову не снилось такое. Они кинулись на стены Иерусалима. И что-то произошло. Бог пустил свое секретное оружие. У Бога есть наше, есть секретные такие приемы. И один из самых секретных его видов вооружения, которые он часто пускает в жизни некоторых верующих, я думаю, это уже было не раз. Вы, наверное, можете об этом тоже рассказать. Я тоже могу лично в коем-то рассказать об этом секретном оружии. Это, знаете ли, Бог посылает сверхъестественный ужас, страх при лицом своих героев, при лицом верующих. И те, которые сильнее и могучее, казалось бы, они трогнут. Они боятся. Знаете ли, у них кишка тонка, как говорят. И они бегут. Хотя, они, казалось бы, глиафа. Они сильнее, казалось бы, внешне. Но победа не за просто, знаете ли, большие шкафы громко падают. У него, может быть, много всего мышц, да? Но не в этом есть победа. Победа часто достается не тем, кто, казалось бы, внешним качок. Победа достается тем, я убежден глубоко, кто смиряется пред Богом и глубоко верит в Бога, сокрушается пред Ним. И Бог дает победу удивительную. Слава Иисусу! Я думаю, многие верующие испытали нечто подобное в своей жизни. И макове испытали великое чудо. Бог послал свое секреты на оружие. Ужас! Эти оккупанты, они было больше. Они были на стенах крепостных. То есть, их преимущество. У них все козыри на руках с точки зрения тактики воины. Но они в ужасе, в панике стали разбегаться. Бросали оружие. Бросали амуницию. В панике, в ужасе стали убегать. Что же за секретное оружие? Бог послал его предлезом своих героев. И маковеи смогли забраться на стены. Они смогли обладать городом Иерусалимом. Они смогли перебить этот гарнизон, которого хватит ужас, паника. Знаете ли, они смогли войти в храм? Но то, что они увидели, конечно, повергало их в ужас. Они увидели в храме Божьем истуканы. Они увидели их виду Зевса, Антиоха и прочих бесов этих. И они взяли молоты. Они разбили их в пух и прах. Порошок стирали. Как они, в общем-то, поступали в других городах? Они так же, когда если какое-то местечко освобождали, они тоже собирали всех евреев. На глазах у всех разбивали этих истукатов молотами, буквально в крошку, в порошок. И говорили, смотрите, вот те, кому вам принуждали поклоняться, а мы в порошок стерли. А наш Бог небеса сотворил. И убеждали евреев вернуться к вере своих отцов, к вере истинной. От этих ложных и суетных обратиться к Богу живому и истинному. И, господа, удивительно, произошло чудо обновления, в русском переводе с анталем, обновление. Ханука, обновление, праздник света. Бог совершил там чудо в Иерусалиме. Каким образом? Когда Маковеев совершили такой, как я называю, евроремонт в храме. Еврейский ремонт. Они очистили храм от идолов. Они освободили храм от этой мерзости. Они вымыли все, вычистили и приготовили. У них были с собой священники. Кстати, они, казалось бы, шли на смерть, но они взяли с собой священников, очищенных по закону, по правилам, по всему. То есть, знаете ли, по сути, они пришли на молитву о дожде с зонтиками. Они взяли с собой священников, приготовленных для служения в храме. Они взяли с собой жертвы, но у них было упущение. Они не взяли с собой елея, масло. А без этого ингредиента нельзя проводить это богослужение. Потому как минора, храмовый священник, он в храме горел непрестанно. Два и штуки сутки, семь дней в неделю. Постоянно горел. Горящая минора, она означала свое присутствие Бога в самогущем храме. Вот эти оккупанты, они минору задушили и ее не выжигали. Минора была потухше. Это было очень дурным знаком. Это было очень плохим знаком. Это понимали. Священников многих казнили, греки, потому что те противились. Они не хотели допустить даже их туда во святой, тем более к миноре. Но их убили, священников, и минора была, ну, просто стояла, как, допустим, экспонат в музее. Все. Она не функционировала. И евреи, когда начали служение, ну, один и четвертый раз в зубе начали служение, все приготовили. И вдруг схватились. Нет масла, нет елея. Они обыскали весь храм. Они обыскали все. И во всем городе нашли лишь один сосуд. Представьте себе. С вином навалом. А вот чистого кошерного один лишь сосуд нашли. И знаете ли, что они сделали? Да, а до подвоза кошерного масла надо было неделю ждать не меньше. И у них была дилема ждать целую неделю или же зажечь сейчас и была не была. Знаете ли, на наши еврейские авости. Но в отличие от русского авости, еврейские авости он еще имеет некоторый просчет. И знаете, как вот те моряки-подводники, американская подводная лодка, которые решили повторить подвиг комсомольца советской подводной лодки и сделать без тормозной в студии в лунку в Антарктике. Они сделали все расчеты. Они все просчитали, чтобы повторить этот подвиг и сделать. Тогда это было вообще в те годы, это было вообще высшим лотажем. Знаете ли, это было петлей Естерова своего времени. Всплытие просто со дна моря, океана, резкое всплытие без всяких тормозов в лунку. Небольшое отступление и все, гибель лодки. Представляете себе? В небольшую лунку всплытие. И комсомольец это сделал. И не раз сделал. И капитан комсомольца в одном из последних интервью своих, он говорил, что вот, мол, мы и без Бога это делали, отмечать американцам, и будем делать. Но как только он похвастался, первый же выход в море стал последним для этого великой субмарины. Вот так вот. Поэтому, как Ханжат и Саверин говорил, на лаха надейся на верблюду привязывай. Надо все-таки думать еще о некоторых вещах, других еще. И американцы, просчитав все полностью, как комсомольцы сделали такое же всплытие, капитан сказал следующее. В отличие от советских подводников, мы сделаем следующее. Мы все просчитали. Он объявил морякам, офицерам. Все понимают, что риск этот, очень серьезный риск. Мы рискуем всем кораблем и жизнью. То есть, можно спасутся, но, возможно, не все спасутся. Это страшно. Большая, не маленькая субмарина была. Большая субмарина. И вот. И капитан объявил. А сейчас, братья, давайте все на колени и будем молить Бога о милости. И они встали все на колени, всем экипажам, офицеры, матросы, капитаны. Встали на колени. Они в основном были баптисты, в основном, по динаминации. Его помощник был десятником. Я читал это свидетельство, потрясающее свидетельство. И они встали на колени. Все были верующие фактически. Там лишь два три человека было в команде, которые формами были, христианами как бы. Но они тоже участвовали в этом молитве. Там еще, знаете ли, как говорят, под обстрелом, под пулями нет атеистов. Там нет атеистов. Этого атеистами можно характериться в мирное время. Знаете ли, в грунтом стучать, я в Бога не верю, ни в черта, ни в кого. Но когда ствол у тебя наведен, там уже атеизм как шпуха, знаете ли, как скорлупа яичная всякая осыпается. Там уже не до шуток, там уже нет атеизма. Я знаю, таких гордецов, которые говорили, мол, Бога нет и не надо. А как что? Адреналина полные штаны. Но зато к Богу обращались. Я серьезно знаю такие случаи, когда на самом деле, ну, по-настоящему обращались к Богу в таких ситуациях. Господа, мне интересно. И вернемся к Хануке все-таки, а то у нас немного времени. Так вот, и на Хануку, что мы вспоминаем, то событие, которое Бог спешил там, они залили масло, залили елей, и доверив все Богу, начали служение. Этого масла максимально хватило бы на сутки, я говорю. Но вместо этого Бог совершал чудо. Масло не убавлялось в этом сосуде. Бог совершал чудо каждый день. Все восемь дней подряд. Вместо одного дня восемь дней горело это масло. Поэтому праздник Ханука продолжается восемь календарных дней. И каждый день прибавляется еще одна свеча, еще одна лампада ханукальная. И мы говорим, о, Бог совершил там чудо. И еще, я говорю, Бог есть свет, и нет для них никакой тьмы. Еврейские мудрецы говорили там, в древности, что даже небольшого света достаточно, чтобы прогнать большую тьму. Даже немного света хватит, чтобы прогнать большую, большую, большую тьму. А есть свет, который просвещает всякого человека, проходящего в мир. Это свет сам Мессия, сам Иисус. И минора, горящая в храме, она означала присутствие Бога в храме. То есть Бог показывал, что я с вами, я здесь. Все восемь дней, пока не привезли масло, и уже естественным образом долили туда уже лампады. И вот тогда чудо уже прекратилось. Тогда уже было естественно доливание масла. Человеческое, не божье. Человеческое. Но все эти восемь дней затаим дыхание. Все боящиеся Бога, все евреи, все, кто были там при храме, все, кто были в Иерусалиме, они наблюдали за этим чудом. Они наблюдали и наблюдали, и славили Бога. Прошло уже больше будущих лет. Друзья мои, и до сих пор мы Бога благодарим. И сам Иисус на праздник Ханага, Он был там, мы усадили. И я думаю, непростое совпадение, что именно на Ханагу Иисус сказал одно из величайших откровений о самом себе. Именно на праздник Ханага Он сказал, я и Отец одно. И Иисус макабий. И Иисус настоящий макабий. И Иисус, Он настоящий герой. И Он сказал, что есть настоящая Ханага. Это не просто пончики в масле. Это тоже очень хорошо. Не только там, эти, как мы их называем по-русски, часто драники, да, картофельные эти в масле. Не только угощения, не только подарки, трэдл или что еще. Нет. Это сам Мессия. Это сам Иисус. И я и Отец одно. Вот настоящий секрет настоящего макабия. Я и Отец одно. Быть в единстве с Творцом. Друзья мои, и я еще сказал, что вот у вас плакат такой висит. Великая Реформация. Мы тоже отвечаем. В нашем календаре, в календаре Украинской Реформационской Православной Церкви тоже есть эта дата стоит. И во всех календарях мы печатаем эту дату 31 октября. Для кого-то это Хэлли, для кого-то это тыква. Но мы по тыкве. И мы говорим, что этот день Великая Реформация, потому что именно как раз в этот день поднял люди разнанные Великая Реформация обновления христианства. Да, во многом он остался таким же католиком. С таким же педобаптизмом его, антисметизмом, многими заворочками. Но он сделал великое дело. А он среди этого молчания, я знаю тебе, и такого религиозного бления, он сказал Слово Божье. Соло скриптура, только Писание. И это стало менять весь мир. Слава Богу. Еще далеко было до лета, еще далеко было до настоящей весны. Еще лед только лишь начинал трескаться. Но это был уже первый толчок Великой Реформации. Слава Богу. И вот пять столетий продолжается это обновление. И сегодня, что вы думали? Сегодня Магавеи, это мы с вами. Сегодня мы не берем молоты физические, да? Не вооружаемся в физические, чтобы убивать людей. Нет. Сегодня не оккупация России или оккупация какой-то еще другой страны. Нет. Сегодня, хотя есть оккупация, но оккупация гораздо более серьезная. Есть всемирный заговор. Есть страшный заговор во главе с дьяволом именно по оккупации всей этой земли. И мы знаем, что те, что еще в грехе, те, что еще не приняли Христа, те, что еще грешат, они рабы греху и находятся в царстве тьмы. Но те, которые покаялись, приняли Христа, они выходят из царства тьмы в царство света. И есть другой заговор по спасению рода человеческого во главе с Иисусом Христом. Христос, Он стал центром этого освобождения, отдав свою жизнь за нас на Голгофском кресте. Слава Богу. И сегодня всякий, кто призовет имя Господь, спасется. Я часто, даже когда я евангелизирую, я беру часто этот крест, это старый крест, ему больше 300 лет уже. И знаете ли, я говорю иногда любопытствующим гражданам, а вы знаете, почему такая форма, такая очень необычная православного креста? Ну, верхняя, это понятно, планочка, я объясняю, это планочка над Иисусом крестом прибитая, которая описана в Евангелии, что Иисус, Назарей, царь, его действие было написано. А почему еще такая косая, планочка, внизу? Это очень древняя такая, знаете ли, у нас в православных есть свои заморочек, очень интересные. Есть свои очень интересные вещи. Так вот, и почему она косая? Подставку для ног она означает, казалось бы, но она косая изображается, косой. Почему? Потому что по правую сторону, ну, и по левую, до два разбойника было расстать. И эти злодеи, они хулили Бога. Они были осуждены по делам своим, то есть это не было ошибкой судьи, это было на самом деле, но по делам их ним. Это был разбой, это были разбойники. Но, что скажу, один из них, он одумался, один из них, он опомнился. И не только не прихотел свое богохульство, а хулу свою. Он кое-что сделал. Он признал, что по грехам своим достойно получает. А Иисус ни за что страдает. И он сказал, помянили я Господи в царстве своем. И вот есть такая традиция красивая, старая, косой делать эту планочку, показывая на то, что Иисус распятый. Если принимаешь его, принимаешь жертву, как за себя принесенную, идешь на небо. Не принимаешь, продолжаешь хулить, идешь в ад. Среднего не дано. Как небесный перепелез, так если вы автолюбитель, вы едете, и вот видите полицейского, вы не можете проехать мимо. По правилам. Есть небесные правила, они еще более жесткие, чем земные правила. Есть духовные правила, они еще более суровые. Знаете ли, и Иисус как такой хороший гришник, от которого пулят, как вы, такой хороший, правильный, сухарик. Значит, и если принимаешь, ты можешь проехать либо направо, либо налево, мимо проехать не можешь. Если слышишь об Иисусе Христе, слышишь благую весть о Христе, ты можешь его принять, Иисуса, как своего спасителя, как за тебя принесенную жертву, как за тебя пролитую кровь, как за тебя умершего и воскресшего живого Мессию, и пойти на небо, либо отвергнуть эту бесконыстную любовь. Протянули к тебе руку Бога, и пойти в ад. И третьего не дано. Нельзя на этом перекрестке вечно стоять. Нельзя там занять, там такое движение, это во-первых. Во-вторых, есть духовная истина, и земная истина. Земная в том, что мы здесь недолговечны на этой земле. Даже сто лет прожив, мы уходим в вечность. Вот сестра наша, она вот недавно ушла в вечность на днях, получается, да, и сегодня похороны, ее тело, ее душа уже в вечности. Даже проживешь сто лет такую удивительную жизнь, да, судьбу живая легенда, живая история. Столько повидать, представляете, людей. Вот. Но она все равно ушла в вечность. И поэтому крути-не крути. Хоть проживешь столько же, дай тебе тебе еще больше жизни, но все равно ты уйдешь в вечность однажды. И поэтому долго стоять ты не сможешь никогда на этой перекрестке. Ты должен принять решение. И очень красиво здесь была эта песня, мы ее пели. Я принял решить. Как там? Я сделал выбор. Я сделал выбор. Да, прекрасно. И те, кто сделали выбор, Иисуса Христа выбрали, просто проставьте Бога. Проставьте Иисуса Христа. Слава Иисусу. Это прекрасно. Те, кто еще выбор сейчас сделают, сейчас примут решение. Добро пожаловать в Царство Божье. Добро пожаловать домой. В еврейском языке это швах. Покаяние. Оно означает возвращение. Возвращение. Буквальное значение слова покаяние в старом варианте, именно Библии, в оригинальном фитнесе. Именно возвращение. То есть везде, где говорилось покаяние, покаяние, покаяние. Иисус с чего начал пробовать? Он говорит, покаятесь, да? Приблизилось Царство Небесное. Он сказал, покайтесь. Новый Завет написан еврейскими апостолами, но он написан на греческом языке, что будет удобно очень для большинства населения, для самого такого распространения максимального Слова Божьего. Но в еврейском, апостол же говорил на еврейском и сам Иисус говорил на своем родном еврейском языке. Швах означает возвращение. Вернуться. Вернуться. В принципе метаномия, греческое слово, оно тоже очень похоже. Означает поворот на 180 градусов. Разворот и движение в противоположную сторону. Слава Богу. И вернуться домой. Это замечательно. Знаете ли, в том уже далеком 88-м, когда я стоял перед выбором, я был молодым человеком совсем. Ну что такое, я что-то еще, ну как бы, сказать маме, папе. Я пытался говорить, допустим, что-то о Боге, но мои все вот эти вот, знаете ли, какие-то слова о Боге, о вере, воспринимались родителями, воспринимались родственниками, как или плохая шутка, или, ну, а мне было очень сложно, я не мог никак рассказать, донести до них, что Бог-то есть. Бог, Он существует. Ну, я вкратце скажу для тех, кто может не знает, мое снилиство, что я пережил с ней встречу. 30 лет назад я пережил с ней встречу, и это была встреча такая сверхъестественная, ну, для меня это было вообще чудо просто. Здесь, вот, воролей, когда мы живем тогда, вот, и на микрорайоне, и что произошло, я умер тогда. Я умер от двустороннего воспаления легких, пневмонии. И воскрес, и я жил, но в этом коротком промежутке моей смерти я видел Господа, я видел с его жизни, я каялся в своих грехах, и мне было очень сложно потом объяснить, потому что я прорез в семье атеистов, то есть, если другие там тоже были атеисты, у нас там знакомые, тоже атеисты, но они хотя бы там, у них бабушки были верующие, допустим, какие-то там, или религиозные, по крайней мере, какие-то иконы писсели там, как-то крестили детей, сми, они там где-то как-то, то есть, как-то приобщались к религии как-то, да? Но, все равно, может быть, часто не вера, не вера, конечно, но религия как-то была хотя бы. У нас даже не было формально религии, не мама, не папа, не были грешены никакой церкви, ни православной, ни католической, никакой абсолютно, то есть, полностью. Бабушки, дедушки были атеистами, и даже, я так знаю со слов бабушки перед смертью, что даже ее родители, то есть, прабабушку, прадедушка тоже были безбожниками, были атеистами, то есть, они были людьми образованными, даже высокообразованными, но, к сожалению, были атеистами. Но почему, я не знаю, только вечность, я думаю, я узнаю, что произошло там у них, у моих, получается, прабабушки, прадедушки, почему они ожесточились против религии, против Бога, я не знаю, это было еще до революции, это было давно уже, но они были революционерами еще до революции, потому что они были против Бога, против царя, там, и дальше, дальше. Вот, понимаете ли, безбожие, но на мне прекратилось это проклятие. И сегодня я своим детям уже говорю, что Бог есть, сегодня своим детям говорю, что Бог, Он существует, и мы, благодаря Ему все существуем, Он создал всех нас. И Бог любит нас. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, и хочу благословить вас, те, кто сейчас в размышлении, на том, что мы станем размышлены, те, кто решились на молитву, покаяние, выйдите, пожалуйста, вперед. Давайте сделаем так. Пусть это будет ваш выбор. Молодые люди, дедушки, юноши, бабушки, дедушки, мужчины, женщины, неважно какого возраста. Знаете ли, Христу все возрасты покорны. Знаете ли, Бог есть. Когда 30 лет назад, уже больше чуть 30 лет назад, когда я заглянул Его в глаза, я у Него такую любовь, которую, знаете ли, вот за эти 30 лет я знаю любовь. У меня есть жена, у меня дети, у меня служение определенное. Но, знаете ли, даже сейчас мне взрослому человеку не с чем сравнить. Тогда подросткам мне также не с чем было сравнить. Я знал любовь моих родителей, но я не мог ни с чем сравнить вот то, что я видел там. Знаете, я рассуждаю о вечности. Часто мы, люди, можем предполагать, что там, на небесах, вот как-то все аморфно, как-то все сказочно, понарошку, непоправда, что-но. Вот, но оттуда, когда смотришь на эту жизнь, вот так же абсолютно кажется все, понарошку. Как будто вот ты спал, и тебе снялся сон. У меня был ничего снялся. Хороший сон. Но тоже был сон. Но я проснулся тогда. 30 лет назад. Я проснулся. И я увидел совсем другое. Я тогда подросткам не мог предполагать даже, пока я рассказываю тех, кто коснулся Божий Дух и вы хотели бы покаяться. Если вы первый раз, то можете выйти сюда сейчас на покаяние. Если вы не первый раз уже, но сегодня бы созрели, вы понимаете, что вам нужно выйти, тоже выходите. Если вы уже выходили на покаяние, но отступили, у меня тоже были падения. Были времена, что я отступал от Бога, но возвращался к Нему и говорил, Бог, прости меня. И мы знаем, что если мы не грешим, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника, который за нас пролил свою кровь. И как сам Он сказал, я это читал только, что из Евангелия Драма в начале служения, что никто не похитит их из руки Маги. Он крепко держит тебя в своих объятиях. Спасибо Иисусу. Если те, кто покаялся, хочут покаяться сегодня, я скажу, что Его любовь, она бесконечна. И я Бога благодарю, что Его любовь, она поднимает нас. Вот я говорю, спасибо, брат, за эти вот сейчас мотивы этой песни. И я об этом свидетельствовал не раз уже, и здесь в вашей церкви, не раз, что это первая песня протестантская, которую я слышал в своей жизни. В 96-м году. И эта песня, она у меня очень сильно коснулась тогда. Потому что действительно любовь Христа безмерно велика. Я переписал этот псалом потом своим бабушкам на клирусе, ну, своим певчим в том храме, где я служил. Я был настоятелем храма. Я был священником в традиционной церкви, не реформатовской. И я раздал им эти листочки цитратные, где написал этот псалом другие некоторые псалмы. Бабушке говорю, пожалуйста, выучите эти слова. Мы после служения будем быть такие псалмы. Еще евангельские, такие библейские. Одна из этих бабушек, на следующем воскресенье мы общались, она плакала. Она говорит, батюшка, где вам взять такие красивые слова, такую красивую песню? Я всю жизнь прожила, вот до старости глупого. И я таких красивых слов не слышал. Не на славянском, не на простом русском языке. Пелось о великой любви Христа. Ну, правда, потом, когда бабушка узнала, откуда я взял, у нее слезы пересохли, как же сразу. Ибо иудеи саморядом сообщались. У нее были еще фобии православные свои, религиозные. Но я понимаю, я сам сектантом был, я сам переболел этим. Поэтому мы прекрасно знаем, что выздоравливать не очень-то просто. Господа, и пусть сегодня в этой молитве, если сейчас у всех все нормально с Богом в этом зале, хотя у меня есть сомнения касательно этого, если сейчас кого коснулся и вы хотите примириться, пожалуйста, выходите, сделайте вот так. Это очень важно. Почему это важно сделать, я объясню еще также, и для наших зрителей тоже объясню, потому что все пишется на видео. Объясню, что Иисус сказал так, что кто при людьми меня исповедует, того и я исповедую. Братцом пред ангелами. Я каялся пред Богом лично, но я понимал, потом уже читая Библию, что важно иметь такое переживание однажды выйти вперед и при людьми сказать, при всемиром сказать, что Иисус Христос мой Спаситель, мой Господь, мой Бог. Я верю в Него. И знаете ли, я понимал, что сказав это, что я верующий, что я верю в Иисуса Христа, что-то должно произойти. Потому что Иисус обещал пред Отцом, пред ангелами мое имя назвать в таком случае. И это очень важно. Я помню свидетельство одного бывшего мусульманина, который 29 лет был, мол, был мусульманским, закончил Каирский университет, имел богословскую степень в своей религии ложной, но потом, приняв Христа в свое сердце Иисуса, целый год еще оставался тайным христианином, разговаривая, после обычного намаза, разговаривая с Иисусом, прося о Него прощения. Но однажды на большой конференции когда говорилось очень много разного, и на христиан много зла говорилось, злого, он попросил злого, это было в его родной Африке, и на большой мусульманской конференции, и он попросил злого, ему дали злого, тем более, у него было, ну, его знали хорошо, вот, поприветствовать. И он рассказал, что, что с ним было год назад. Он рассказал, что, вот, он пережил исцеление в своей жизни. Говорили, вот, слава Богу, люди говорили, эти верующие, эти вот, ну, они пусть неправильные, но они верующие тоже. И они говорили, слава Богу. Но он рассказал им, кто его это исцелил. Он рассказал им об Иисусе Христе. И он рассказал, что вот Ситя, он вспомнил, он целый год читал Новый Завет на своем родном французском языке, и он вспомнил слово Ситя в зале, слово Иисуса Христа. Кто, кто при любви меня исповедует, того и я не сведу пред отцом, пред ангелами. Он понимал, что его сейчас убьют. Его не убили, Бог слышал чудо. Но он рассказывал в Севастополе на конференции, брат, ему уже, он уже пенсионного возраста, евангелист, очень горящий евангелист. Он сейчас американец уже, уже несколько лет, уже является гражданином Америки и евангелистом является. Среди мусульман очень много прогледуют в разных странах. Но в свою родную страну он не может попасть, потому что ему смертный приговор вынесли уже в его родной стране. Только он сойдет в самолет и его арестуют и у казня. И вот он один брат, баптист, царушник, он просто под чужим паспортом вывесил из его родной страны, чтобы спасти его в жизни. И знаете, что произошло? Удивительно, он рассказал, что он, когда сказал всему этому собранию, что и Иисус Христос, и сам Василь, это мой Спаситель, он не просто пророк, он мой Спаситель, он меня спас. Он мой Целитель, он мой Спаситель. Там такое началось. Друзья его, они были за него по-прежнему. Они были спасли, они были шибел, они просто пережали, он просто пережал солнце. А в зале такое стояло. Я слышал, как скриштали, ну, сотни людей зубы относили скриштали. Зубы скриштали. Представляете себе эти баба из них. Там Бен Ван отдыхает вообще, это цепочка. И вот, я скажу вот так, сегодня вас не убьют, а если вы выйдете сюда вперед. Но дьявол прекрасно знает, что если вы выйдете вперед, он на вас прав. Прав просто потеряет на вас сертификат, права. Но небо получит на вас полное право. Иисус Христос получит на вас все права. Поэтому, пожалуйста, спросите вашего соседа справа, слева, если сняется ваш товарищ, спросите, спасен ли ты? Куда ты идешь, дорогой друг? В рай или ад после смерти своей? Если он скажет, ваш сосед скажет в рай, то спроси, а почему ты так думаешь? Вот кто тебе это сказал вообще? Может быть, это просто мнение такое? Мало ли. Есть только многие всякие философии. Но если человек верит, потому что так Бог сказал, в Божьем слове, потому что он принял Христа, просто пожелаю вам, скажи, спасибо тебе, мой брат, за страх. А если нет, то тебе надо просто бежать сюда сейчас. У тебя еще шанс есть. Спасибо, Отец. Спасибо Амва, Вочи. Спасибо за это собрание. Спасибо за моим братьям, сестер. Спасибо за тех, у кого все хорошо с тобой. Бог, окажи милость тем, у кого еще не все хорошо с тобой. У кого много проблем с тобой, между тобой и этими душами. Бог Святой, пусть эти проблемы уйдут. Пусть кровь Иисуса. Она омоет от всякого греха эти души во имя Иисуса. Я прошу также наших зрителей, Господь, пусть те, кто из них будут каяться, пусть и покаятся Господь. Те, кто оступился и упал, пусть они не валяются в грязи, не валяются в лужи, как свинья, потому что это не наша сущность, потому что мы не просто вымытые свиньи, потому что мы новое творение. И валяться в грязи, это не наши стихии теперь. Это раньше это было наше, мы убежали и хрюкали от удовольствия в грехе. То есть сегодня, если мы падаем, это не наше совсем. Это не свиньиство, это христианство, это жизнь новая. Бог Святой, благослови Господь народ свой, благослови миром, Боже самогущий, благослови Господь Иерусалим, благослови Израиль, благослови евреев по всему лицу земли, благослови всех богопоящихся христиан, Господь, благослови всех любящих Тебя и терпоящихся, Господь по всему миру. Божий во имя Иисуса и Господь во вторник вечера, когда будут зажигаться в еврейских семьях и во многих христианских семьях, помнящих свои корни, будут зажигаться ханукальные огни. Я прошу тебя, зажги свои огонь, даже в самом ортодоксальном и закрытом сердце, религиозной скорой, Бог, ты знаешь, как вскрывать. Ты вскрывал великого инквизитора Савла, сделав его великим апостолом, Бог своего всемогущий, приди, Господь, в Иерусалиме, в свой город, в город великого царя. Господь, благослови во имя Иисуса и в этих ханукальных огнях скажи миру о своем великом огне, Господь, о своей любви Божьей во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас стихами благословения из Библии, благословения Ааронова, благословения Божьим на еврейском и на русском языках. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добры 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 создавал DimaTorzok